Между тем, в столице Киргизии, городе Бишкек, прошла церемония возложения цветов к памятнику государственного и политического деятелю Советского Союза Максима Амосова. Из Бишкека передает наш корреспондент Айсена Бурнашова. В этот день отдать дань уважения и возложить цветы собрались представители власти и культуры Республики Саха и города Бишкек. Также артисты Саха Академического театра имени Платона Аюнского. Памятник был установлен в декабре 2012 года при содействии Якутии и Кыргызстана. Взор монумента, объединившего две братские республики, устремлен в сторону Якутии. В будущем году наша республика отмечает 120-летие со дня рождения Максима Акировича Амосова. И очень важно, что это мероприятие, оно выходит за рамки нашей республики. За памятником выдающегося человека ухаживают власти Кыргызстана и наши земляки, проживающие в Солнечной Республике. Деятельность и судьба Максима Амосова была близко переплетена с работой киргизского партийного и государственного деятеля Тарикула Айтматова, отца знаменитого писателя Чингиза Айтматова. Символично, что первым спектаклем на сцене Киргизии Саха-театр представит «Желанный берег мой» по мотивам именно этого крупнейшего тюркоязычного писателя современности. На церемонии возложения цветов к памятнику присутствовала и младшая сестра Чингиза Розетта Айтматова. Я благодарна, что вы свою программу театра Саха начинаете именно с Кыргызстана, именно с города Бишкек и с нашего Кыргызского драмтеатра. Айсена Бурнашова, Егор Максимов, НВК Саха, Бишкек, Киргизия.